В каждую годовщину начала военной агрессии НАТО против Югославии в отечественных СМИ и экспертных кругах с новой силой вспыхивает давний спор, которому нет и, кажется, никогда не будет конца. Должна ли была Россия в этот роковой момент поддержать братский балканский народ всеми доступными средствами, не считаясь с возможными последствиями такого шага? Или же занята ее руководством позиция невмешательства, а фактически потворство западным партнерам была единственной реалистичной линией поведения конкретно в то время и при той военно-политической ситуации в России и мире, которые сложились на момент развязывания Североатлантическим Альянсом Первой после 1945 года войны в Европе? Для многих ответы на эти вопросы звучат совершенно однозначно и выглядят абсолютно очевидно. Тем не менее в данном случае все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. И даже на второй или третий. Проблема в том, что и операцию «Союзная сила» и приведшие к ней события в Югославии, и тем более действия, или, если угодно, бездействия, России, должны рассматриваться в контексте событий, начавшихся намного раньше и продолжающихся буквально по сей день. Как это было? Пожалуй, единственное, что действительно не допускает двойного толкования и расхождения в оценках, так это сущность действий НАТО по отношению к суверенному государству, никоим образом не угрожавшему ни единому из его членов. Конечно же, это была никакая не гуманитарная интервенция, как об этом пытаются твердить в Брюсселе и Вашингтоне до сегодняшнего дня, а самая настоящая военная агрессия, совершенная тем более незаконно, что она не получила в качестве прикрытия даже такого сомнительного фигового листка, как мандат ООН, о нанесении ракетно-бомбовых ударов по гражданским объектам, гибели мирного населения, использованию альянсом запрещенных видов вооружения, в том числе и приведших к радиоактивному заражению значительных территорий Сербии, и говорить не приходится. Все это давно известные истины, многократно подтвержденные и признанные достоверными. Как, кстати, и тот факт, что инцидент, использованный НАТО для начала агрессии и представленный в 1999 году в качестве доказательств этнических чисток против албанцев к таковым, не имел никакого отношения, да и вообще, скорее всего, был весьма неплохо организованной постановкой спецслужб понятно какой страны. Все это, повторюсь, уже общие места, говорить о которых в тысячный раз, не имеет смысла. Гораздо важнее для нас реакция Москвы на незаконные действия НАТО и конкретные ее проявления. И прежде чем начать разговор на эту тему, следует сразу признать, позиция России по югославскому вопросу на протяжении разных стадий конфликта в этой стране переживала очень серьезные трансформации. По сути дела, все менялось от стадии «можем», но не хотим к стадии «хотим», но не можем. Будем откровенны, Россия не приложила действенных усилий для сохранения СФР-Ю в 1991-1992 годах. Наши представители в совбезе ООН исправно голосовали за принятие санкций и эмбарго против Югославии. Москва в угоду западным партнерам покладиста признала независимость Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Более того, наши войска участвовали в миротворческой операции, проводившейся на территории двух последних стран, в рамках миссии АПРОУФОР, в самом буквальном смысле слова плечом к плечу с солдатами НАТО. Ну как же, ведь в данном случае все делалось по мандату, что в этот период Россия отчаянно изо всех сил пыталась встроиться в мировое сообщество, что называется, войти в него хоть тушкой, хоть чучелом. А того Москвой и принимались абсолютно любые правила игры, навязываемые старшими партнерами с Запада, а национальные интересы начисто игнорировались, как во внутренней политике, так и во внешней. До определенного этапа в Кремле, похоже, свято верили в данные когда-то еще Горбачеву обещания относительно того, что НАТО не будет расширяться на восток. Россия получит действенную экономическую помощь, что с нашей страной будут хоть сколько-нибудь считаться, принимая глобальные геополитические решения. Ну и во многие такие же сказочки, притворять в жизнь, которые никто и никогда даже в мыслях не имел. Последствии, когда дела в бывшей Югославии стали принимать совсем уже скверный оборот, и в воздухе отчетливо запахло войной, наша страна, как кстати, и представители Китая, пытались против чего-то там голосовать в том же совбезе, протестовать и гневно осуждать. Однако в конечном итоге выяснилось, что эти жалкие потуги уже совершенно никого не впечатляют и вообще не интересуют. Центром принятия решений окончательно стали Соединенные Штаты, а полностью подконтрольный им Североатлантический Альянс плевать хотел на каких-то там русских с китайцами. Как могло быть? Сторонники мнения о том, что наша страна должна была грудью встать на защиту братьев-сербов, пытаются доказывать, что обломать рога разразившиеся 24 марта 1999 года союзной силе запросто могли наши ЗРК С-300. Если бы, конечно, они имелись на Югославской территории, и если бы там в расчетах присутствовали наши военные специалисты, хотя бы в качестве командиров. Со слова «если», как известно, начинаются обычно совершенно пустопорожные разговоры. Не буду утверждать, что действительности полностью соответствуют информации о том, что С-300 предлагались Милошевичу еще в 1996-1997 годах, в качестве уплаты по имевшемуся СССР перед СФРЮ долга. Однако сербы сами отказались от такого варианта, в результате чего и остались на момент нападения НАТО без современных средств ПВО. На правду это очень даже похоже. Что до поставок наших ЗРК в более позднее время, такая возможность была заблокирована освещенным ООН-эмбарго, за которое, повторюсь, голосовали также и наши представители. Нарушить его в Москве не осмелились. Еще одно окно возможностей для спасения братского народа от бомб и ракет Североатлантического альянса, кое-кто склонен видеть в обращении Югославского парламента к Государственной Думе с просьбой о принятии СРЮ в состав союзного государства России и Белоруссии. Тогда, помнится, наши депутаты горячо поддержали этот порожденный отчаянием душевный порыв, а зарубил все дело Борис Ельцин, наотрез отказавшийся даже рассматривать подобную возможность. Равно как и вопрос об отправке в зону конфликтов российских военных советников и оружия. Что ж, идеализм, вещь, конечно, хорошая, но вот к чему следование решению проявившей его Госдумы привело бы реальность. Соответствующей просьбой парламентарии СРЮ обратились к России 12 апреля 1999 года, то есть уже тогда, когда вовсю была развернута союзная сила. Фактически, нашей стране прямо и недвусмысленно предлагалось вступить в войну с Североатлантическим альянсом на стороне сербов. Межгосударственные договора такого уровня на коленке в пожарном порядке не заключаются. Некоторые наши соотечественники по сей день уверены, что один лишь только факт согласия Москвы на предложение Белграда охладил бы горячие головы в НАТО и остановил бы агрессию. Ой ли, с учетом тогдашнего состояния российских вооруженных сил, о котором мы поговорим чуточку ниже, реальных роли и места нашей страны в международных раскладах всего предыдущего откровенно капитулянского поведения ее руководства, скорее можно предположить совсем иной вариант. Гневная реакция мирового сообщества в виде самых жестких санкций, и хорошо еще, если только их, обрушилась бы уже на Россию. А что до перспектив переброски каких-либо наших контингентов для противостояния НАТО? По сей день представляемая в качестве единственной героической страницы российского участия в тогдашних событиях на Балканах действительно блестящая операция российских десантников, стремительным броском занявших аэропорт Слатина, имеет некоторые вовсе даже негероические эпизоды. Насколько известно, вслед за этой эскападой должна была последовать переброска в данный район нескольких батальонов наших ВДВ. В Сербии таким образом был бы образован некий русский анклав, на территории которого ее жители были бы защищены как от албанских боевиков, так и от потакавших им вояк НАТО. При этом якобы было достигнуто негласное соглашение с Румынией и Венгрией, которые согласились не заметить следующие в их воздушном пространстве, русские военно-транспортные самолеты с десантом и техникой. Вот только ничего из этого не вышло. И как быть не могло, по утверждению некоторых непосредственных участников этих драматических событий, информацию о готовящейся операции слил американцам и НАТО, тогдашний глава МИД России Игорь Иванов. В итоге и венгры, и румыны наглухо закрыли свое воздушное пространство для русских военных рейсов, ведь они тогда уже были членами Североатлантического альянса. Можно не сомневаться, точно такая же судьба постигла бы и любые попытки переброски в Югославию действительно серьезных военных сил и средств, тех же ЗРК С-300. Просто не пустили бы, будучи предупреждены, заранее из Москвы, прорываться с боем. Вот тут самое время честно признать, что в 1999 году представляла собой Российская армия. Ее состояние на этот момент лучше всего характеризовались двумя словами – развал и разгром. Предыдущие годы реформирования вооруженных сил страны, которое свелось по большей части к тотальному их сокращению, разворовыванию их имущества и целенаправленному уничтожению военно-промышленного комплекса, дали знать о себе тяжелейшим опытом Первой Чеченской, доказавшей, что боеспособной армии у страны, фактически, позволю себе привести всего несколько конкретных цифр, численность вооруженных сил России ко времени, о котором у нас идет речь, сократилась почти на треть. Военный бюджет страны усох в половину. Выпуск оборонной продукции отечественным ВПК уже к 1997 году сократился на 90%. Неудивительно, ведь объем газзаказа на вооружение и военную технику только в 1991-1994 годах снизился в восьми раз. Воевать с НАТО в 1999 году. До после дефолта и жесточайшего кризиса 1998 у армии не было денег даже на проведение самых обычных учений. В войсках не хватало не то что боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а обмундирования и продуктов для того, чтобы кормить солдат. На 50-60% были израсходованы даже ресурсы неприкосновенного запаса. Кроме того, не будем забывать и о том, что большая группировка российской армии, по некоторым данным, до 30% ее сухопутных сил, продолжала действовать в Чечне. И можно не сомневаться, что если бы наша страна вступила в конфронтацию с НАТО на Балканах, асимметричный ответ на Кавказе последовал бы незамедлительно. Впрочем, даже и без него реальные перспективы противостояния России североатлантическому альянсу в 1999 году выглядят очень печально. Разнообразные эксперты сегодня позволяют себе утверждать, что НАТО ни в коем случае не решилось бы на проведение наземной операции, если бы Милошевич сам не сдался. Мол, сухопутные войска Югославии были затронуты ракетно-бомбовыми ударами на какой-то ничтожный процент, сохраняли боеспособность и устроили бы американцам и их союзникам ад на земле. Как-то слабо верится, по правде говоря. Во-первых, не будем забывать о контингенте альянса в 30, а впоследствии и в 50 тысяч штыков, находившемся в соседних Сербии и Боснии и Герцеговине. Во-вторых, тысячи американских вояк перебрасывались к ее границам, причем с соответствующим вооружением и боевой техникой. Да, наземные операции не хотели ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Однако ее план, под названием B- был разработан и утвержден. Так что говорить о том, что вмешайся, русский и НАТО оставила бы Белград в покое вряд ли уместно. Увы, нас тогда не боялись, да и не уважали, по большому счету, тоже. Разворот Примакова, кое-кем выставляемый чуть ли не в качестве оглушительной оплеухи США. Вот и все, на что мы были тогда способны реально. А что до сербов? Так ведь Россия уже один раз бросилась спасать их, в 1914 году. Чем все закончилось, надеюсь, никто не забыл. В 1999 году все могло обернуться еще печальнее. Все написанное выше прошу ни в коем случае не считать попыткой обосновать вывод о том, что невмешательство России в процессе агрессии НАТО против Югославии в 1999 году было правильным. Напротив, все, что происходило тогда было совершенно, категорически неправильно. И породило ужасающие геополитические изменения, последствия которых мы продолжаем расхлебывать по сей день. Именно тогда, в 1999 году, и оформился окончательно тот самый пресловутый однополярный мир, в котором избранным дозволено все, а остальным ничего. Трагедии Ливии и Ирака, вереница цветных революций по всему миру, непрекращающиеся попытки коллективного Запада помыкать Россией. Все это берет свое начало как раз в том роковом году. При всем этом необходимо трезво взглянуть на вещи и признать, в тогдашних реалиях наша страна попросту не способна была ни на что иное. Для того, чтобы бомбы и ракеты с самолетов НАТО не били по Белграду 24 марта 1999 года, не должно было бы быть прихода к власти Горбачева и Ельцина, перестройки и развала СССР, тяжелейших лет унижения и разрушения России. Но это была бы, согласитесь, совсем другая история.